Эффективность препарата Митрагилдента обусловлена наличием в его составе двух антибактериальных компонентов. Первый – Митронидазол, обладает антибактериальным действием против анаэробных бактерий, вызывающих заболевание парадонта. Второй – Хлоргексидин, антисептическое и противомикробное средство, эффективен в отношении граммоположительных и граммотрицательных аэробных и наэробных бактерий. При местном применении гель Митрагилдента практически не всасывается. Показания. Применяется при инфекционно-воспалительных заболеваниях парадонта и слизистой оболочке полости рта, острый хронический гингивит, острый язвенно-некротический гингивит Венсена, острый хронический парадонтит, юношеский парадонтит, парадонтоз, осложненный гингивитом, автозный стоматит, хелит. Воспаление слизистой оболочки, полости рта, приношении протезов. Постэкстракционный альвеолит. Воспаление лунки после удаления зуба. Периодонтит. Периодонтальный абсцесс в составе комплексной терапии. Способ применения и дозы. Применяет местно, только для стоматологического применения. При воспалении десен, гингивите, метрогелдента наносится на область десен, тотким слоем, пальцем или при помощи ватной палочки, два раза в день. После нанесения геля следует воздержаться от питья и приема пищи в течение 30 минут. Смывать гель не рекомендуется. Длительность курса лечения составляет в среднем 7-10 дней. При пародонтите, после снятия зубных отложений, пародонтальные карманы обрабатываются гелем метрогелдента и производится аппликация геля на область десен. Время экспозиции 30 минут. Количество процедур зависит от тяжести заболевания. В дальнейшем аппликации геля больной может производить самостоятельно. Метрогелдента наносится на область десен два раза в день в течение 7-10 дней. При автозном стоматите гель наносится на пораженную область слизистой оболочки полости рта два раза в день в течение 7-10 дней. Для профилактики обострений хронического генгивита и пародонтита гель наносится на область десен два раза в день в течение 7-10 дней. Профилактические курсы лечения проводятся 2-3 раза в год. Для профилактики постэкстрационного альвеолита после удаления зуба лунка обрабатывается гелем метрогелдента. Затем гель применяется 2-3 раза в день в течение 7-10 дней. Противопоказания. Повышенная чувствительность к метронидозолу, хлоргексидину, производным нитромидозолу или другим компонентам препарата. Заболевания системы крови, в том числе в анамнезе. Заболевания периферической и центральной нервной системы. Детский возраст до 18 лет. Применение при беременности и кормлении грудью. В связи с отсутствием клинических данных, безопасность применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания не установлена. Не рекомендуется применение препарата в период беременности. В период лактации, при необходимости назначения препарата, следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Особые указания. Применение метрогилдента не заменяет гигиенической чистки зубов, поэтому во время курса лечения препаратом чистка зубов должна быть продолжена. Побочные действия. При местном применении препарата метрогилдента могут наблюдаться аллергические реакции, кожная сыпь, зуд, крапивница, анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок, а также головная боль. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 3 года. Не использовать после истечения срока годности.